Японские игровые шоу высмеивают уже не первый десяток лет, не только из-за странности, но и из-за травмоопасности. Я уверен, многие видели вырезку из замка Такеши, где ужаленные в жопу японцы пробегают полосу испытаний. Но, наверное, пиком бреда было шоу Сосуна Дампа Шонан. В нем добровольцы ради сиюминутной славы рисковали собственным здоровьем, выполняя самые отбитые испытания. Из разряда добраться из Африки в Европу автостопом, попытаться сделать плод и уплыть с необитаемого острова, или же получать пищу, только когда твоя любимая бейсбольная команда выиграет. Ну а по геям этого шоу стала рубрика «Марафон призов». Как все началось. В комнате собрали 20 начинающих комиков, после чего рандомом выбрали одного победителя, которым стал бы участником шоу. Судьба выбрала Тамаоки Хаматсу. Продюсеры сказали, что он везунчик и его везение может им пригодиться. После чего отвезли в крошечную квартиру и сказали ему участвовать в эксперименте. На момент 98-го года Япония находилась в экономической рецессии. То есть не критическом экономическом спаде, когда производство товаров и услуг становилось меньше. И чтобы это экономическое угасание малый и средний бизнес мог хоть как-то компенсировать, в стране началась мания всяких купонов, акций, розыгрышей. Журналы пестрили конкурсами всех мастей, выиграть можно было все что угодно, от медового месяца до баночки саке. И Тамаоки предстояло выяснить, можно ли полноценно существовать только за счет выигранных товаров. Причем это касалось как техники, так и одежды и еды. Его заперли в комнате, заставили раздеться и заполнить открытки. Но не просто так, у него была цель. Эксперимент закончится, как только общая сумма его выигрыша составит 1 миллион йен или 10 тысяч долларов на тот момент. Но теперь, давайте я вам объясню, как это все ощущается на самом деле. Вы 10 часов в день заполняете однотипные бумажки, причем от руки, разгадываете какие-то ссаные сканворды, чтобы попытаться открыть лутбокс с едой или одеждой. А в лутбоксе, как говорил классик, есть только томатный соус, фасоль и легендарный рецепт фасоли в томатном соусе. При этом, все, что вы читаете, это сраная реклама. Вы слушаете радио ради рекламы. Вы общаетесь с оператором по телефону только насчет рекламы. Вы заперты в комнате размером санузел. Вы не можете общаться с близкими, друзьями. Вы понятия не имеете, что происходит в мире. Средств за гигиены у вас нет, еды у вас нет, развлечений у вас нет. Все, что вы можете, это писать сраные открытки. Все, что у вас есть, это кофейный столик, телефон, радио, бумага, журнал и подушка. Больше в этой комнате ничего не было. И так почти полтора года. Давайте начнем с имени для Томаоки. Насуби. Продюсеры посмотрели на парня и заметили сходство его лица с баклажаном. И все. Теперь у него до конца жизни будет прозвище Баклажан. Так Насуби и переводится. Ну и чтобы люди этого не забывали, половый орган все время шоу цензурили при помощи баклажана. За время всего, в скобках эксперимента, его ни разу не назвали по имени. И это был самый безобидный акт оскорбления человеческого достоинства. Как я и говорил, первое, что его заставили сделать в комнате, так это раздеться. И если смотреть шоу, то заметно, как Насуби очень сильно переживает из-за этого. Запомните это, мы к этому вернемся. Итак, эксперимент начался и первые пару дней он просто писал открытки и в попытках выиграть хоть что-то. Но больше всего он хотел еду и одежду. Впервые он выиграл на третий или четвертый день. Ему прислали 12 упаковок желе, которые он быстро съел. На самом деле, даже несмотря на то, что первое время он ничего не выигрывал, его все равно кормили. Ну, кормили это, конечно, громко сказано. Ему нужно было несколько раз в день менять пленку в камере. А в конце дня приходил человек, чтобы эти пленки забрать. И вот первые две недели, по словам Насуби, в тот момент ему давали хлебцы. А когда он впервые выиграл что-то более-менее съестное, ему эти хлебцы давать перестали. А выиграл он мешок риса. Наконец-таки полноценная еда, которую он нигде не мог приготовить. Да, у него была кухня с комфорткой. Но из посуды у него были только палочки. А есть ему хотелось. Так что в тот день он просто жрал сырой рис. Поняв, что жить так нельзя, нет, он не закончил эксперимент. Он решил помыть упаковку из-под желе, насыпать туда риса, залить водой и поставить его рядом с комфоркой. И у него получилось. Он сварил рис. Впервые за две недели он съел что-то калорийное. Что-то, из чего организм мог питаться. Просто кое-как вареный рис в упаковке из-под желе. Без соли, просто рис. И он был счастлив. Самое ужасное, чем пытали насубе, это голод. Ладно, это одно из ужасных, что там было. Он мог не есть неделю. Если везло, он ел горстку риса за ужин. И это был его единственный прием пищи. Как мне кажется, я не думаю, что это была случайность, кто-то из съемочной команды кричал на улице, как продавец стритфута. Дескать, вот она еда, буквально рядом с тобой. Но самый жестокий случай издевательства над голодным человеком был в самый первый месяц. В дверь его комнаты постучали. Он, голый, открыл дверь. Там стоял курьер с жирнющим раменом, с жареной свининой и тушеными овощами. Он в красках описал заказ, показал его насубе, чтобы пленительный запах супа завладел его сознанием и попросил 1700 йен. У нашего бедолаги никаких денег не оказалось. После чего курьер уточнил адрес, извинился и ушел. То есть ему раздраконили аппетит и ушли, а он наедине с собой и горстки риса. И таких случаев было много. Также над ним издевались по телефону. Ожидая звонок для подтверждения победы в конкурсе, ему постоянно звонили просто так. Либо сразу бросая трубку, либо предлагая курсы изучения английского. Просто, чтобы в очередной раз посмотреть на расстроенное лицо бедолаги. Ведь он же комик. Он все время пытался хоть как-то это обыграть и выйти на шутку, либо просто скорчить рожицу. Первое время он как мог пытался быть бытречком. Каждый раз подскакивая, когда ему приносили доставку в надежде получить хоть что-нибудь съедобное. И ему везло. Так у него оказались спагетти с консервами. Правда, варить спагетти было негде, а открывать консерва было нечем. Так что Насубе продолжал в сухометку жрать постный рис. Первый месяц был не самым удачным. Он заработал всего 15 тысяч йен, из которых самыми ценными были 2000 йен. Да, прям так, бумажками. А из полезного он выиграл гель для душа. Февраль был более удачным. Он выиграл НАТО, это бобы такие. Я ж не шутил про лутбоксы с легендарным рецептом бобов в томатном соусе. Также из съестного у него были закуски из костей лосося, как я понял, это к пенному. Редька, бобы о каме, нет, я правда не шучу про лутбоксы. Саке с алюминиевой баночкой и бутылочкой яичного саке. Про то, что напиток был выпит, говорить, думаю, не стоит. Как-никак, человек, сходящий с ума в замкнутом помещении, куда скучнее пьяного человека, сходящего с ума в замкнутом помещении. Но это саке очень сильно помогло насубе. Он помыл банку, аккуратно вытащил верхушку и получил маленькую, но все-таки кастрюльку. На которой и рис было удобнее варить, и наконец-таки спагетти поесть можно было. Также ему очень крупно повезло, ведь он выиграл кое-что очень важное. Мясо. И он его приготовил при помощи ручки, держа его над огнем. И я вот смотрю, как человек впервые за два месяца ест полусырое мясо, без соли и перца, практически плача от счастья, что его организм впервые за время шоу получил так необходимый белок. И что-то мне так грустно становится. Но эта грусть у меня была недолго, ведь он таки получил то, что хотел выиграть с самого первого дня. Одежду. Чтобы он таки смог прикрыть свой срам, ведь ему достались... Ношеные женские трусики мисс Хитоми. И да, он попытался их натянуть на свой зад, но у него ничего не получилось. Я, конечно, знал, что автоматы с ношенными трусами это фактически миф, но продажи извратом женских вещей от конкретной личности таки существовали, а со временем ничего не поменялось. Но если вернуться к Насуми, то это до ужаса оскорбительно. Хотел одежду? Ну на, держи. Просто кошмар. Но стоит сказать, что ему в каком-то смысле повезло. Ведь ему перепало что-то действительно стоящее. Диск с игрой для PS1. Для скучающего от однообразия организма это буквально спасительный кислород. Одно но. Ни плойки, ни телевизора у Насуми не было. Также из бесполезного он выигрывает складной велосипед. И вот, находясь на пороге отчаяния, ему выпадает счастье обзавестись другом. Он выигрывает игрушечного тюленя, дает ему имя Бенасу и счастливо общается с плюшевым братом по несчастью. В феврале он выигрывает 90 тысяч йен. Апрель был менее удачным на выигрыш. Из еды ему перепал набор ямаучи. Там и пельмени, и персики, и креветки. Также он получил помидоры и шоколад. Но самым пиком был живой сука лобстер. Он с ним потанцевал и съел. Это был первый съеденный им лобстер в жизни. И приготовлен он был в баночке с подсаке. Кстати о танцах. Это стало одним из развлечений Насуми. Когда он получал что-то нужное или съедобное, он танцевал победительный танец. Эти танцы вырезались в компиляцию и пользовались особой популярностью у зрителей. Которому было так забавно смотреть, как какой-то фрик радуется шоколадке. Из полезного он получил пылесос и смог пропылесосить свою комнату. Зубная паста с щеткой и телевизор, который показывал только белый шум. А из бесполезного он выиграл коврик с покемонами. Месяц выдался не особо удачливым, ведь целую неделю он ничего не получал. Просто прикиньте, целую неделю ему стучали в комнату, только чтобы забрать кассеты. И все, целую неделю ждать, когда же он сможет хоть что-нибудь съесть или получить что-то нужное в быту. Май выдался одним из самых сложных месяцев в этом шоу. Но месяц начался с медицинского осмотра. Врач померил давление, пощупал пульс, да и ушел. Ни рацион, ни отсутствие свежего воздуха и доступа к солнцу врача не смутило. И кажется мне, что осмотр этот был нужен только чтобы убедиться, что Насуми переживет этот гребаный месяц. Из бесполезного он выиграл ботинки, глобус, косметичку, кружку, систему очистки воды и набор ложек. А из еды диетический чай и снова желе. Вы можете заметить, что этого как-то мало. Да и то, что есть, не сказать, что питательное. И вы будете правы, но все это блестит и меркнет по сравнению с тем, что у Насуми закончился рис. И какое-то время из еды у него была только фильтрованная, но все-таки вода. Голодал он дней 5-6, пока боги рандома таки не услышали его молитву. И подарили ему еды. Собачьей еды. И да, это то, о чем вы подумали. За неимением альтернатив почти полмесяца он ел собачий корм. Давайте поговорим вот о чем. Какой процент постановки есть у этого шоу и какого хера Насуми просто взял и не ушел из этой гребаной коробки. Ведь одно дело рис без ничего приготовленный в банке или голодание, но... Собачий корм? Какого хрена? Почему он все-таки не ушел? В интервью Насуми говорил, что изначально он ничего не подписывал. То есть никаких обязательств перед продюсером у него не было. Но ребята с канала не первый год такими делами занимаются. Поэтому у них были другие рычаги давления. Во-первых, ему пообещали кое-что крутое, но неосезаемое. Славу. Ведь если ты станешь известным, то будешь сниматься и в других шоу нашего канала. А там, гляди, и лично для тебя передачу сделаем. И Насуми на это повелся. Потому что он на тот момент 22-летний начинающий комик, ищущий себя в этом мире. Он не уверен в себе, ему все еще нужно оттачивать мастерство комедии. А шоу на крупном японском канале смогло бы поспособствовать его карьере комика. У него не особо много денег, ведь по его словам, он до известности тоже не особо часто ел мясо. И тут просто все сложилось. Но все-таки, почему он не ушел? Тут 50% воспитания, о чем позже и 50% внушения. Ему реально промыли мозги. Чел, ты японец, запомни это. Если мы что-то начинаем, то идем до конца. Наши бредки не сдавались, и ты не должен. Бог терпел и нам велел, и вот это вот все. Но в какой-то момент, как мне кажется, контракт все-таки был подписан. Потому что Насуми ввел свой собственный рукописный дневник, который у него ночью забирали, ксерили и публиковали. Такие вещи обычно требуют разрешения автора. И вот как это обычно делают. Ему дают контракт, дескать, вот смотри, мы тебе такие деньжища отвалим. Только подпись поставь, а мелкий текст не читай. И в этом тексте написано, что все, что ты делаешь внутри этого шоу, будет принадлежать нам. Товарная марка Насуми, уже оформленная, тоже принадлежит нам. И так далее по списку. А если убеждений становилось недостаточно, чтобы удерживать его в комнате, ему показывают тот самый контракт с его подписью и перелистывают на статью штрафов. Дескать, уйти ты можешь прямо сейчас, тебе никто не держит. Но за это ты должен будешь заплатить столько денег, что твои правнуки будут еще на нас работать. Поэтому он и не уходил. И еще потому, что он был голый, и он не хотел таким выходить на улицу. А вот момент с постановкой, давайте посмотрим чуть позже. И кстати, можете выдохнуть. После того, как он ел собачий корм около двух недель, он таки выиграл 10 килограмм риса. А держа его в руках, он просто расплакался. Юль получился достаточно удачным. Сразу ему выпал мангал с сеткой и мясом, которое он смог более-менее нормально приготовить. Также ему пали энергетики и водоросли нори, которыми он окутал рис и сделал своеобразное анигири. По его же словам, сочетание риса и водорослей вкуснее он пока не пробовал. А из полезного он получил чайник. Из бесполезного, но желаемого он получил постер Хирауса Рёки, чему Насуби был невероятно рад, ведь он ее большой поклонник. Но посреди ночи его разбудили продюсера, надели на него маску с наушниками и пять часов катили куда-то по городу и привезли в новое место, где его ждала все та же комната с теми же выигранными товарами. Все с той же планкой в миллион йен. Насуби сказали, что он переехал, потому что это место более везучее. А на самом же деле, СМИ узнали о месте проведения этого ужасного эксперимента и пытались урвать свою часть славы. Ведь уже на тот момент шоу рвало все рейтинги. И вот теперь давайте поговорим про постановку. Я хочу сделать очень странное заявление, но дайте мне высказаться. Если отринуть все человеческое и забыть про все ужасы и мучения, через которые прошел Насуби, и посмотреть на шоу как на коммерческий продукт в вакууме, то стоит заметить, это шоу действительно гениальное. Да, никакие рейтинги не стоят человеческих издевательств. Но просто дайте мне поделиться наблюдением, чтобы ответить на вопрос, кому нахрен было интересно смотреть за ужасами Насуби и почему это шоу смотрела вся Япония. Я понял, что это шоу действительно работает, когда я 25 лет спустя на ютубе в разрешении 360 пи с английскими субтитрами смотрел 5-часовое издание этого шоу и не мог оторваться. Просто представьте, что тогда в 98 году создатели предвосхитили многие ютуб-тренды. Вы скажете, оу май, лайфблок, какой-то внимательный. Но нет, речь про, да, просто очень странно, но открытие посылок с Алика и кейсов. Просто задумайтесь. Чел живет, пишет сраные открытки и тут ему стучат в дверь. Он получает посылку. Начинает ее распаковывать и, не показывая нам, реагирует на содержимое коробки. После чего показывает ее в кадре. Вот чем это не открытие кейсов. Только ставки тут куда более высокие. Ведь блогеры, которые этим занимаются, в любом случае выходят в плюс за счет рекламы и просмотров. А у нас субе посылка это жизненная необходимость. Так что к смешным танцам, наблюдениям за деградирующей психикой, добавьте элемент гачи, от которого будет зависеть все шоу. И вот при всем, мной вышеописанном, вы правда думаете, что продюсеры будут отдавать выигранные товары? Ведь он мог выиграть много товаров. Или наоборот, не выиграть ничего. Это же рандом. А вот придумать очередное издевательство? Запросто. А знаете, почему это шоу гениальное с точки зрения телепередачи? Я уверен, что в офисе компании стоят километровые очереди из рекламодателей. Как я и говорил, в стране экономическая рецессия. Надо поднимать бизнес. И вот сейчас представьте, в самом просматриваемом шоу страны 17 миллионов японцев наблюдают за тем, как бедный Насубе, закатывая глаза от удовольствия, ест фирменную еду. Наслаждается именным набором ямаучи, ест брендированное желе, отваривает и ест рис из конкретной префектуры. Придумать рекламу лучше невозможно. И это при том факте, что для съемок нужно две квартиры, минимум людей, одна камера и один микрофон. И все. Давайте еще раз. Продюсер этого шоу гнида. Руководители канала, которые все это одобрили, сволочи. Все происходящее там бесчеловечно. И при всем этом, я снимаю шляпу перед вами. Вы создали уникальный продукт, основанный на человеческом насилии. Но вместе с комнатой поменяли и камеру. Ее заменили на цифровую. То есть, теперь Насубе не надо несколько раз в день менять кассеты. А знаете, какая еще особенность у цифровой техники? Она может транслировать картинку сразу на компьютер. А с компьютера в интернет. Вообще, изначально одна из причин, почему Насубе на это согласился, была в том, что его убедили в конкретной форме производства. Ему сказали, что все тут происходит, это действительно эксперимент. По его окончанию мы посмотрим, что получится. Если будет неинтересно, то мы тебе заплатим, а пленки уничтожим. А если все-таки что-то выгорит, то мы это перемонтируем и вырежем все, что бы ты не хотел показывать. То есть, находясь в этой гребаной комнате, он думал, что снимает видеоотчеты для будущего часового шоу. А на самом деле, все его грязные вещи и поступки транслировались в прайм-тайм. И как вишенка на торте, чтобы зритель вовлекался еще сильнее, все это сопровождалось мыслями из его дневника без его ведома. Ну и чтобы окончательно его выставить фриком, они брали те части текста, в котором были ошибки, и исправляли их. Ведь смеяться над неграмотными – это смешно. Но не так смешно, как транслировать сходящего с ума человека на весь мир. В 98-м году продюсер канала запустил прямую трансляцию «Насубе» в интернет. Несколько людей 24 на 7 следили за тем, чтобы все было зацензурено. А за круглосуточный просмотр шоу «Насубе» в интернете наблюдало 1,6 миллиона глаз. Не единовременно, конечно же, но это общее значение зрителей. Вдумайтесь, 1 миллион 600 тысяч зрителей в 98-м году. И только один вопрос – «Насубе» про это знал? Думаю, ответ вам известен. Лето он пережил более-менее нормально. Ему дали зубную пасту, щетку, пылесос, надувной круг. А из еды – арбуз, рис, смузи и маринованные баклажаны. Но вот под конец августа он две недели ничего не получал. И чтобы это как-то компенсировать, в лучших традициях японского телевидения, с ним решили устроить бонусный ОВА-эпизод. У вас есть 5 секунд, чтобы догадаться, о чем он был. Да, вы угадали, это пляжный эпизод. Ну вот, казалось бы, дать возможность человеку немного побыть на свежем воздухе, загореть. Да покормить его в конце концов. Но продюсеры этого шоу увидели новый способ поиздеваться над бедным «Насубе». Его разбудили ночью, куда-то долго везли, посадили на лодку и ничего ему не говорили. Отчего он вообще изначально думал, что началось землетрясение. А потом его высадили на остров, да, в этих сраных ботинках, и оставили ему мангал, зажигалку и надувной круг. Так удачно, что все эти вещи он выиграл прям незадолго до путешествия. Я надеюсь, вы понимаете, почему подарки в этом шоу «Насубе» никогда не выигрывал. Чтоб вы поняли, в каком ужасном он был состоянии, первое, что он сделал, так это побежал к морю попить воды. И не потому, что он тупой и не знал, что пить морскую воду нельзя. Нет. Он хотел попробовать соль. Он так давно не ел ничего соленого, что просто хотел попробовать соль. Далее он хорошо провел время. Немного погулял по острову, нашел морепродукты, съел их, был от этого в диком восторге, позагорал, покупался. То есть, он действительно отдыхал, как физически, так и ментально. Стены на него не давили, привычная мертвая тишина разбавлялась морским прибоем. Нацуми хоть немного, но таки восполнил ментальное и физическое здоровье. А знаете, что потом сделали руководители проекта? Заставили его себя за это ненавидеть. По правилам, он мог отдыхать тут сколько в душе угодно. Но, пока он тут отдыхает, дома никто не будет забирать посылки. То есть, если к нему приедет выигрыш, то ему его не отдадут. И в общий зачет они не пойдут. Нацуми расстроился и поехал обратно жить в четырех стенах. Так его отдых и закончился. А потом большая часть его выигрыша была бумажной и зачастую оскорбительной. Например, билеты на Spice Girls, брошюра для студентов, журнал для автозвука, бесплатные уроки английского, еще один постер Мисс Хироши, энциклопедия на компакт-диске, флайеры с гостиной, пару ВХС-кассет, после чего он снова переехал на новое место. На этот раз продюсеры сказали, что в этом доме все по фэншую, когда как на самом деле их квартиру снова нашли. В новом месте Насуби сразу повезло. Ему дали что-то действительно вкусное. Чипсы, фрукты в сиропе и краба. А также ему дали таки способ досуга. Ему выдали ВХС-плеер. А учитывая, что у него уже был телевизор и пару кассет, счастье бедолаги было неописуемым. Но над ним ведь не могли не издеваться, правильно? Так что же это были за кассеты? Видео с 51-го чемпионата Японии по велоспорту и видео о том, как убрать неприятный запах из-под мышек. И Насуби был счастлив. На телевизоре картинка двигалась и был звук. А звук этот был связан с движущейся картинкой. Последний раз он смотрел телевизор 9 месяцев назад. И это какое-то безумие. Но касаемо досуга, ноябрь переплюнул октябрь. Ведь ВХС-плеер с видео 51-го чемпионата Японии по велоспорту это, конечно, хорошо. Но это ни в какие рамки не идет с тем, что ему дали PlayStation 1. У меня слов не найдется, чтобы описать весь восторг Насуби. У него есть интерактивный досуг. Причем не абы какой, это был офигенный досуг для 98-го года. Это ж PlayStation. На ней есть такое количество удивительных игр. Silent Hill, Metal Gear, Resident Evil 2, Final Fantasy в конце концов. Эта маленькая коробка могла полностью изменить статус его нахождения с пленного на отдыхающего. И вы, я надеюсь, помните, что он уже выиграл диск для первой плойки? Ну, вы слышали эту паузу? Само собой, такой роскоши ему не могли дать. Знаете, какую игру он выиграл? Densha de Go. Что это? Симулятор поезда. И знаете, что в нем нужно делать? Виртуальным поездом ехать по виртуальным рельсам. И Насуби играл в это четыре дня подряд. Четыре дня он получал истинное удовольствие, что мог играть в игру. То есть, четыре дня он смотрел на экран, а там он так много играл в эту игру, что сам себе запретил PlayStation, чтобы вернуться к написанию открыток. Ну и, кстати, да, если вам было интересно, как выглядел самый первый в истории человечества видеоигровой стример, то он выглядел вот как-то так. Вот только стример не знал, что он стример. Также, этот месяц можно считать счастливым, потому что ему снова дали поесть мясо. Декабрь является важной точкой в этой истории, ведь даже несмотря на календарь с его любимой вайфу, фотографию Антонио и Нооки, стоит отметить, что на 11-й месяц его заточения ему впервые дали нормальную посуду. Он получил сковородку. Просто вспомните, что все эти 11 месяцев он варил рис в банке из-под саке, а при отсутствии риса ел собачий корм. Но самым важным товаром стали покрышки. С одной стороны, в его положении вещь бесполезна, а с другой, они нормально стоили. И благодаря им он наконец-таки собрал 1 миллион йен. Забыл это раньше отметить, он получал товары, но никогда не знал о их стоимости и сколько ему еще нужно собрать до окончания эксперимента. Но это все-таки случилось. Его пытка наконец-таки закончилась. Но вы же не думаете, что его просто поздравят, не правда ли? Они пришли к нему ночью и разбудили хлопушками. Человека, который с ума сходит от тишины, разбудили посреди ночи хлопушками. Ему наконец-таки дали его одежду. Он ее одел, а потом сразу снял. Ведь он отвык носить одежду. В ней ему было некомфортно. Она кололась, в ней все тело чесалось. После чего его нормально покормили раманом и снова закрыли глаза. И вы, быть может, чувствуете подвох? А нет его. Когда она себе открыл глаза, он увидел Южную Корею. В ней он мог есть где угодно и сколько угодно. А после того, как он набил живот, его отвезли в парк развлечений, где он очень хорошо отдохнул. Вечером они отвели его на рынок для шопинга. Он себе купил горшок с кимчи, ему закрыли глаза, он сел в такси, чтобы его отвезли в аэропорт. А когда он их открыл, он обнаружил себя в такой же маленькой комнате. С кофейным столом, открытками, журналами и корейско-японским словарем. Продюсеры сказали ему, что в Корее тоже есть призы и надо узнать, можно ли в этой стране жить на подарки. Вы можете себе представить уровень этого ублюдства? Они понимали, что Насоби находится на пределе, они понимали, что он может просто уйти, несмотря на штрафы, но он не сможет уйти, если он будет находиться в другой стране. Это основная причина переноса локации, заставить себя чувствовать еще более некомфортно, чем раньше. У меня просто нет слов. А что насчет планки? Ну, на этот раз 1 миллион иен решили не ставить, обошлись 46 тысячами на билет до Японии. Заканчивать с этим шоу никто не хотел, бабки-то крутятся, мое почтение. Так что для Насоби решили накинуть модификатор сложности в виде корейского языка. Хочешь читать? Читай за словарем. Хочешь писать? Метод тот же. Благо у него первое время был горшок с кимчи и он мог нормально питаться. В Корее первое, что он выиграл, был каким-то каталогом. Но Насоби ему радовался как ничему другому, ведь это убедило его в том, что он может участвовать в корейском розыгрыше. И его шанс вернуться обратно домой не нулевой. Далее ему прям везло. Телевизор, бананы, кимчи и еще что-то по мелочи. Он быстро собрал необходимую сумму и его тут же отправили домой? Конечно же нет. Продюсеры посмотрели на его усердие и посчитали, что эконом-класс для этого трудяги ну как-то несерьезно. Он должен лететь бизнес-классом, а такой билет стоит уже 57 тысяч йен. Так что он продолжил заполнять бланки. Благо ему перепал дорогой чай и сумма снова была собрана. Но вот теперь-то его отправят домой? Конечно. Но не бизнес-классом. Вы видели, что он пережил? Это как минимум первый класс, а это уже 81 тысяч йен. И снова все началось заново. Благо на этот раз ему повезло с едой. Ребрышки, живой осьминог. Да и из несъедобного тоже много что было. Бамбуковый меч, фоторамка, шарф с лесой. И что бы вы думали? Сумма была собрана. Но погодите, имея такие деньги, зачем лететь в Японию? Если можно полететь в Париж? Насколько я могу понять, они так и планировали каждый раз поднимать стоимость билета, придумывая новые причины не лететь домой. Но Насубе приложил член к носу и понял, что он уже давно собрал необходимую сумму. После чего поговорил с продюсером и сказал ему, что больше так жить не может. И что он хочет вернуться домой. То есть, что бы вы поняли, ему было физически сложно писать открытки, потому что его ногти очень сильно отросли. Волосы выросли настолько, что падали в глаза. И ему пришлось вытащить из трусика в какой-то проститутке резинку, чтобы использовать ее как резинку для волос. Что ж, в коем-то веке просьбы Насубе дошли до мужичка автора в передаче и его действительно отправили домой. Правда, когда его собирали, как и положено посреди ночи, пугая того до усрачки, он как бы невзначай уронил тяжелый фонарик на причинное место парня. А так, ничего необычного. Его одели, закрыли глаза и посадили на самолет. И вот, неужели вы думали, что гранд-финал этой истории человеческого достоинства? Как бы не так. Его долгу куда-то несли, посадили, он открыл глаза и снова увидел пустую комнату с камеры по центру. Рефлекторно разделся, после чего стены его комнаты упали и он увидел тысячи людей, смотрящих на него. Сказать, что Насубе был шокирован, значит, не сказать ничего. Вы думаете, что он упугать человека до усрачки будет достаточным? Конечно же нет. Тут же на него начинает вываливать всю правду матку, что все это время его показывали по телевизору, его транслировали в прямом эфире 24 на 7, он есть на обложке журналов, его дневники без его ведома продавались в книжных магазинах и стали бестселлерами. Его реакции на вкусный рамен стал частью рекламной кампании этого продукта. Его буквально заперли в комнате, сводили с ума, морили голодом, а когда все закончилось, вывали всю правду и выдали удостоверение клоуна. И чтобы вы поняли весь ужас его положения, давайте я вот еще про кое-что расскажу. Я когда-то заострил ваше внимание на воспитание на особе. Его вырастил отец, который работал в полиции. И когда юноша поделился целями на жизнь, что он хочет стать комиком, отец само собой не обрадовался этому. Ушло много времени, чтобы поменять мнение родителя, но когда у него это все-таки получилось, отец поставил перед ним одно единственное требование. Ты можешь развлекать людей, выставлять себя глупым, шутить шутки, но пообещай мне, что ты никогда, никогда не разденешься прилюдно забавы ради. А теперь посмотрите на лицо человека, который полтора года своей жизни ходил голым. На него смотрела буквально вся страна и прямо сейчас его съедают взглядом тысячи людей в зале. Вот на такой жуткой и пугающей ноте заканчивается история этого шоу. Но это не означает, что для Насуби все закончилось. Ему, конечно же, сплатили. Но по сравнению с тем, сколько на нем заработали, это были гроши. Но с другой стороны, он действительно получил славу. Славу поехавшего голого фрика, танцующего с едой и говорящего с игрушками. Его постоянно звали в разные программы, но в амплуа поехавшего чуди, каким он не являлся. Так что все предложения он отвергал. Его попытки стать комиком не увенчались успехом, ибо первые полгода ему было тупо сложно разговаривать с людьми. Он пытался выступать на сцене, но, как мне кажется, страх перед зрителем все еще жил в нем. У него ушел целый год, чтобы привыкнуть носить одежду. Целый год ему было некомфортно просто существовать за пределами своей комнаты. Но, стоит сказать, что Насуби человек с железной волей. Он не только сам похоронил образ больного психа, но и смог найти для себя несколько нормальных ролей в кино. открыл свою собственную театральную школу, а сейчас занимается благотворительностью в своем родном городе Фукусиме. Кроме сбора средств на предотвращение посредствия аварии, он ведет шоу, где рассказывает о том, что тогда случилось, и развеивает мифы, касаемые радиации в его городе. А недавно он забрался на Эверест. Несмотря на то, что он пережил ужасные издевательства, сейчас он вполне себя хорошо чувствует и помогает окружающим. А что насчет продюсеров и других ответственных за этот кошмар? Никто не решил собрать на себя ответственность, как и признавать, что они делали что-то плохое. Мы сделали что-то уникальное, а уникальное требует жертв. Примерно такая была риторика. Но спустя десяток лет в личном разговоре с Насубе он таки перед ним извинился. А наш герой, как человек с большим сердцем, смог его простить. И знаете, углубляясь в эту историю, смотря это шоу, я не мог поверить своим глазам. Над человеком издевались больше года. И всем это нравилось. Вот послушайте, как люди смотрят это шоу и заливаются смехом. И только одна мысль меня пугает. Смотря на эти огромные цифры, сломанные жизни и радость аудитории, я боюсь, что черное зеркало, игра в кальмара и шоу Трумана скоро окажутся в наших подписках. Но, как реалити-шоу.